сейчас я скажу самое важное что сегодня хотел сказать немножко видите из-за этого разговоров не успели в два часа уложиться не смотрите что имеется в продаже минтай я сфотографировал самый крупный абрикос из тех которые удалось были крупнее но именно такой удалось взвесить я его обнаружил в саду пианиста но на самом деле саженец который вырос в саду пианиста уже знаком с ним принадлежит филипп его вот он красавец не смотрите на эту цифру иностранные не хочу вас дурить иностранные весы электронные каких-то единицах фунты не фунты но не граммы вот поэтому я взял для чистоты 116 грамм вот это чистый вес от абрикос на данный момент самый крупный мне бывали крупнее но не каждый попадал на весы ладно я его разломал любуйтесь косточка маленькая вот она смотрите почему потому что это сегодня сенсация вот она косточка самое главное качество она толстая и легко и невозможно спутать потому что завтра позднее филипп его появится в интернете и вас будут дурить еще как но это как она пышная толстая но зато небольшая относительно вот этого очень твердая мякоть и хотя он не крупнее этих там фаина не крупнее вот так вот натурально не крупнее допустим королевского но очень твердая мякоть плотная с кислинкой полный рот с слюнью у меня вкуснота необыкновенная о как я люблю грызть 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 не 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 есть вот эти мякоти слащавые а именно грызть вот это моя находка обязанному и филиппе он мы повторяю почему потому что что я сделал не считайте меня торгашом и елена садна савинич я в гостях у пианиста пианист это прозвище вот зовут его валерий владимирович полтора ведра если мерить нормальным ведрами мы оттуда увезли я за нее честно заплатил так и немало заплатил а потом он мне позвонил через четыре дня говорит еще полтора ведра набрал но это уже последний вот эти последние после того когда уже две-три недели абрикосов не было они в этом году рано поспели жаркое сибирское лето вот их просто не было я и все и название позднее придумал я филиппев отдаю должное филиппеву тому кто ее внедри в наших краях так теперь дальше значит что я сделал я еще сделал одну фотографию у него просто но не выдержал посмотрите сюда но не считать того что он побелил дерево спросите это мой лисаженец филиппев леса вот самое главное что вот эти урожаи стали норму это когда он оказывается как я написал горький юмор пианист не умеет колесить деревья вот не подходят и к нему и все и не осветляет вы скажите зачем этому дереву нужна была осветление если он был вынужден уничтожить ветки с половиной этого рожая и наделать ран а умники ну как вас там я уже не выдержал помните идиотом вас обозвал ну куда дальше то ну что вам от деревов то надо то человек 20 лет назад посадил этот самый саженец наверно поливал и больше ничего не делал если бы вы видели у них 60 таких это ужас ну разница между тем что у кого-то и хрена нет только в том что он всю жизнь посвятил калечению деревьев помните ежегодная обрезка нуждается в обрезке осветления но я уже опять перешел на это на на шашкой махать ну я меня возмущает ну оставьте вы дерево в покое ну как еще помните эти сайты которые не 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 в это не воспринимает никакое то они существуют только потому что вот эту всю дурь пропагандирует за счет живу вспомните эту самую поливки но я до сих пор уже полутора миллиона приближается количество просмотров как уничтожить дерево да а там что у нас она уважаемый человек у нее всего там просмотров знаете сколько оказалось 23 миллиона я заглянул на сайт вот а там цветочки кулички то есть извините за уже за мат потому что сада то там нет а научила полтора миллиона калечить деревья а это надо что реклама зараза главки зараза вот я написал сми раньше я имел ввиду журналы газеты потом добавил из телевидения теперь все добавился интернет свет и проклятие садов сколько я вам рассказывал стесал написал статью как он до топором стесал корой у него увеличились плоды посадил в горшки миллионных покрышек появился так давай гнать ой купил к в 4 дате колоновитки это тоже наше проклятие вот она конец карьеры десятилетней колонны название колонны звучит как насмешка у меня есть фотография где я покупаю на рынке 10 лет назад у меня же там по годам пронумерованы 10 лет прошло вы думаете у других лучших что это ты железов не умеешь выращивать колонны вот вторая колонна смотрите на дальнем плане вы думаете в сибири лучше я вам когда-то про колонны отдельно рассказывал сто штук скинулись в москву послали конца глаза горят реклама в этом самом председательном хозяйстве вы же сейчас говорим нет все это рассказывает не связывайтесь просто просьба не связывайтесь вот и все ну и наконец я это скажу и на сегодня все покупайте савицы черешни вот это вот подлость помните я вверху показал во времена этого самого мичурина взяли и сняли это сняли фильм да ну там дерево с огромным метровым штампом вот и эта дурь перешла сюда куда мне за мичурина угнаться они угнались как это может быть как эти деревья будут расти ведь вот это я называю знаете как я называю стриптиз на морозе но не бывает такого снега на большей части россии двадцать тридцать сорок сантиметров а дальше это все отмерзает а восстановиться то не может нету ничего тут одни рады раз а что против ничего знаете что сейчас скажу качественно зимостойкие саженцы черешни где вы в россии саженцы черешни надо смотреть глаза агро ярмарка где вы в россии морозоке саженцы видели черешни где брянские выращиваются это самое не буду фамилию называть трепать лишний раз но написала книга вне изувеченной черешни как она пойдет на север вот еще одну покажу и все а то черешни кто же так выращивать саженцы ну ну что вы там это самое ведь самое обидное что я же вам показывал неудобно это и темирязевка и и это и мичуринский это мичуринске тоже такие же точно выращивать как их вернуть на землю я не знаю они не ведут что творят они растят они продают то что у людей и так бы ни хрена не жила какая хрена за столько черешни в россии ну да еще и скалечили прежде чем продать ну что а дальше стройка правила посадок а кстати опять моя фотография вот тут бы я вам рассказал но на этом мы закончим следующий президент садовод а то был помните теннис играл другой в это карате занимался и там ушу вот давайте ждем я уже не дождусь наверно ладно ребята сейчас мы переходим 5 минутный перерыв получается я рассказал внутри того что хотел у меня тут столько интересного столько интересного а это учеба ребят это учеба вы догадались это учеба это учеба мы об всем поговорим антон валерий сейчас я коротко звонит мне еще коротко еще короче модно говорит валерий константинович приезжай забираю меня 5 литров косточек а я у него был гостях на вы знаете уже видели фильм косточки с крупных абрикосов они у него в этом году мелкие это мои петры великие самые огромные которые я видел в жизни я рассказывал как часть банка не влазила там на украине то все а здесь они в сибири то ли измельчали они нет они были огромные крупные но в этом году врага сильно большой измельчали ладно и вот и половина косточки этих вот этих это тоже сукрыны петр великий запоминать так вот тут самый крупный из них они благородные даже отличить легко благородные видите а вот помельче вот которые помельче тоже крупные а вот он петр великий он мне показал рискуя жизнью тут такой склон крутой вот он петр великий но это два раза мельче их истинного размера подчеркиваю два раза мельче истинного размера уж я-то знаю я привозил сереньки а он у меня брал а у меня потом погибли а теперь я у него сереньки взял но вот эти косточки и сейчас я покажу вам вот я перенес себе видите теперь вторичное теперь уже я от него перенес вот петр великий это двухлетка на следующий год жду первого но я привил специально на королевский с такими плодами я хочу опять получить вот это а потом уже можно к рецепту выбирать вот это мои планы а вот это вот второе дерево а как они крупные будут он не говорит как хочу снились урожай частью на земле и теперь я что сделал дальше другие темы пошли он не говорит константинович забирает или выброшу вот я отказался потом помылся помылся что с ним приезжаю сколько денег было 2000 на стол это предоплата частичная предоплата я годом раньше ему даже не ожидал что я только за одно имя бодна за то что используя бодна имя его челюсти бодна хотя косточки у нее ни разу ни одной не брал не покупал нет не он мне не дарил ни разу но только за одно имя бодна вот я ему приехал вручил 5000 рублей вот так вот чем меня удивил а тут он собирает пять литров косточки горит или выброшу или забирай я ему свои деньги не берет скандал был дикий орали друг на друга он еще глухой почти глухой стал и вот я вот это вот друзья косточки абрикос и подряд был обнаружен он позвонил сказал забирай или выброшу это часть фантастического жая волшебника дальше был скандал я раз наругались он отказывался от денег я провел смекалку сал на пороге 2000 рублей как мизерную часть стоимости а теперь или вы раскопите эти кошки или уже я выброшу а это цена работы целого не и а им не до нас вы сами знаете это теперь что получается получается что если я допустим там поздний филиппио по 10 косточек в одни руки и я их не продаю а если кто-то из принципа заплатил за эти 10 косточек поздних великах я тогда 10 косточек других подсовываю не менее цены то есть получается косточки вот эти вот служат мне как бы рекламы удивительного человека вот я но я их не продаю заплатили лишнее кладу получается на бесплатно а вот эти я продаю и с удовольствием вот почему потому что варианты те же ладно вот эти вот получается это но чистой совестью со стороны у меня ничего нет также как чернобаевский что моё то моё все друзья мы закончили эту тему я надеюсь что вы поняли что это не просто так это помощь великому садоводу вот это бесценное богатство вот эти пять литров целый институт мог бы благоденствовать на них больше не начал вспомните я привез ветки с вот таких абрикосов вот таких вот я не привилечу только рассказывать опять эту самую уже есть ну как не ко времени все друзья делаем пятиминутный перерыв так вот и я перехожу следующей теме называется вопросы и ответы так ну я на кухне пять минут это не так много я устал